Марс всегда манил человечество своей загадочностью и таинственностью. Сегодня, в эру невероятных технологических достижений, новая научная миссия, направленная вглубь Красной планеты, выходит на передний план наших исследований. Главная цель миссии — изучить внутренние слои Марса, чтобы лучше понять его прошлое и, возможно, получить подсказки о его будущем. Сложные устройства и зонды, оснащенные самой современной аппаратурой, попытаются проникнуть сквозь миллионы лет пыльных нагромождений и осадков, чтобы раскрыть секреты, скрытые под поверхностью. Это исследование не только расширяет границы наших знаний, но и определяет новый этап в космической науке. Мы находимся на пороге выдающегося открытия Вселенной, и перед нашей командой стоит задача, которая обещает не только разгадать тайны Марса, но и привести нас к новым вехам в определении условий, при которых могла бы возникнуть жизнь. Какой след оставило прошлое на этой планете, где песчаные дюны простираются на миле? Возможно, эти исследования станут ключом к разгадке более обширных вопросов о нашем месте во Вселенной. И вскоре, благодаря невероятным достижениям технологий, ученые начнут получать первые ошеломляющие данные. Об успехе миссии на Марс сейчас говорят с неподдельным восторгом, и большая заслуга в этом принадлежит передовым технологиям. В арсенале ученых появились совершенно новые инструменты, которые не только облегчают изучение, но и делают возможным исследование глубин Красной планеты. Уникальные зонды с ультрасовременными сенсорами, которые проникают в марсианскую почву, словно хирургические инструменты, тщательно исследуя каждый слой. Тверхточные камеры, способные фиксировать мельчайшие детали, но и датчики, реагирующие на изменения температур и магнитного поля. Помимо этого, ключевую роль играют системы дистанционного зондирования, которые используют данные, переданные с орбитальных спутников. Эти технологии позволяют составлять детализированные карты под поверхностных слоев планеты и делать виртуальные срезы, открывающие взгляду то, что ранее было скрыто. И никто и подумать не мог, что вскоре эти системы откроют перед человечеством нечто действительно впечатляющее и даже пугающее. Но давайте чуть позже углубимся в то, что они нашли под поверхностью. Берите билет в мир открытий, которые способны изменить наше восприятие Вселенной навсегда. Работа над миссией шла в полном разгаре, и, казалось бы, этот день не должен был отличаться от остальных. Зонды, как всегда, неспешно передавали на Землю данные, которые могли бы стать частью большого пазла знаний о Марсе. Но все изменилось, когда один из сенсоров зафиксировал аномальные сигналы. Исследователи, переглянувшись, замерли в удивлении. Под слоем марсианской почвы, скрытой от глаз, затаилась структура, которой там по всем расчетам быть не должно. Эта находка остается негласной сенсацией, пронзившей коллектив ученых как ток. Под тысячей футов песка обнаружилось нечто, напоминающее сложное образование, не схожее с теми геологическими структурами, которые им уже встречались. Более того, оно казалось искусственно созданным. Кто или что могло оставить такие следы? Таинственные сигналы каждого инструмента говорили об одном — это невероятное обнаружение перевернет множество теорий о Марсе. Погрузившись в это открытие, исследователи стараются понять его масштаб и значение, предвкушая, чем обернется это открытие для всей астрономической науки. Едва сокрушив очередной барьер неизвестности, ученые бросились к анализу таинственного объекта, притаившегося в недрах Марса. Используя передовые технологии, исследователи скрупулезно изучали все доступное им множество данных. Ученые начали с анализа формы и состава объекта, стараясь выяснить его природу. Каждый новый шаг открывал детали, которые только усложняли уже и без того запутанную картину. Расшифровка сигналов, формы и даже магнитных аномалий, казалось, указывала на некоторое сознательное вмешательство, на что-то, что шокировало любой научный ум. Смутные очертания и сложные узоры объекта напоминали инженерные конструкции, сокрытые в веках. Но оставался фундаментальный вопрос. Могли ли они быть творением природы или же продуктом инженерной мысли? Исследователи пребывали в недоумении, рассматривая возможность существования древней цивилизации на Марсе. Этот вопрос открывал перед учеными новые горизонты не только в понимании истории Красной планеты, но и ставил под сомнение многие факты нашего знания о происхождении жизни в космосе. Но этим множество вопросов не ограничивалось. Ведь на каждом шагу возникали новые загадки, раскрытие которых могло вовсе изменить наше восприятие планеты, что еще дремлет под покровом звезд. На фоне обнаруженного артефакта ученые погрузились в новое поле гипотез и предположений, которые открывают неизведанные аспекты марсианской истории. Одни считают, что структура могла быть остатками древней цивилизации, существовавшей миллионы лет назад, и что Марс когда-то напоминал нашу великую планету в прошлом. Аргументы в пользу этой гипотезы основываются на сложной архитектонике объекта и его аномальном энергетическом поле. Сторонники другой гипотезы указывают на возможность естественного происхождения объекта. Они предполагают, что некие редкие процессы, происходившие под поверхностью Марса, могли привести к его образованию. Например, магнитные аномалии могут быть результатом долгосрочного взаимодействия различных минералов в условиях низкого давления. Однако не все гипотезы укладываются в рамки привычной науки. Некоторые исследователи готовы рассматривать возможность того, что структура является артефактом внеземного происхождения. Подобные версии звучат фантастически, но они базируются на факте, что природа и технологии, использованные в создании объекта, до конца не разгаданы. И хотя многие теории остаются спорными, именно они открывают путь для новых горизонтов и непредвзятых исследований, которые вели бы к удивительным открытиям. Впрочем, неожиданный аспект этого открытия в скором времени затмил все планы исследователей. Каждое великое открытие, особенно такое таинственное, как это, привлекает внимание не только ученых, но и искателей тайн, любителей мифов и мистиков, жаждущих разгадать загадки космоса через призму древних преданий и философий. Именно они высказывают версии, которые на первый взгляд кажутся не столь научными, но заставляют задуматься и всматриваются за горизонт возможного. Одна из таких теорий касается древних астронавтов, предположительно посещающих Марс давным-давно. Их следы могли остаться в виде этих загадочных структур, подчеркивая связь между внеземными цивилизациями и нашими предками. Еще одна загадочная гипотеза оживляет мифы о потерянной планетарной цивилизации, считая, что обнаруженная структура является последними останками сложной культуры, некогда жившей в космосе, и своими загадочными знаниями привязывается к материковым мирам. Поклонники таких идей утверждают, что планета, сочетающая настолько странные формы, не может быть обычной находкой. И, конечно, не обошлось без теорий, связывающих находку с мистическими порталами в иные миры или измерения, что якобы когда-то использовались для межпланетных путешествий. Эти версии погружают фантазию в океан неизведанного и настолько пленительны, что сложно удержаться от размышлений. Но что из этого может стать правдой? Остается только гадать, но времени размышлять нет, ведь исход этой истории может выйти за рамки предположений и перевернуть устоявшиеся мировые взгляды? Когда новость о находке, сделанной на Марсе, достигла Земли, она разнеслась по всему миру, оставив в волнении ученых и СМИ. Исследовательские центры и университеты, начиная от Нью-Йорка и заканчивая Токио, спешно организовали встречи и симпозиумы, чтобы обсудить последствия открытия. Эксперты всех мастей, от геологов до астрофизиков, стремились внести свой вклад в своеобразное соревнование по интерпретации данных. Телевизионные каналы и интернет-платформы начали активно освещать сенсацию, и каждый хотел рассказать свою версию истории. В то время как научные издания публиковали статьи с анализом гипотез, развлекательные информационные передачи, и блоги предлагали нередко фантастические сценарии развития событий. Заголовки привлекали внимание зрителей и читателей, порой преувеличивая масштабы открытия, но заставляя общественность задуматься о космических загадках. Такое мировое внимание не могло остаться незамеченным, и правительственные агентства тоже начали интересоваться. Открытие на Марсе дошло и до политиков, подняв вопросы об увеличении финансирования следующей исследовательской миссии к Красной планете. А пока на Земле строились планы будущих исследований, в умах всего человечества зародилось новое видение Вселенной. Таинственное и пугающее, готовое вызвать такие же грандиозные изменения в наших представлениях о жизни и ее происхождении. И чем закончится эта история, может стать одним из самых захватывающих открытий нашего времени? Невозможно изучение космоса без попыток заглянуть вглубь истории и мифов, которые веками сопровождали человечество. Древние цивилизации, от египтян до шумеров, оставили нам множество преданий, наполненных упоминаниями о звездных жителях и божественных существах, приходивших из космоса. Зачастую небо они представляли как нечто большее, чем просто скопление звезд, как почвенные мистическим знанием, нечто священное и доступное лишь избранным. Загадочное открытие на Марсе оживило интерес к древним легендам, пробудив в сознании тех, кто посвящен образу мифологических сюжетов. Один из распространенных мифов об Атлантиде теперь рассматривается под новым углом. А что, если в исчезновении этого таинственного города виноваты силы космоса? Какие тайны он действительно хранил и есть ли связь между ними и обнаруженными структурами под поверхностью Марса? Возможно, всплеск марсианских тайн вдохновляет именно этим мифом, который веками бедоражил лучшие умы человечества. Не меньшее влияние имеет и иная легенда. Сгущающиеся тени древнекитайского представления о небесных реках, якобы объединявших миры. Возможно, их изображение находит свое отражение в найденной структуре, представив собой метафоричные мосты между планетами. Что, если мифы на самом деле – это забытые воспоминания о настоящих событиях, произошедших тысячи лет назад? И хотя попытка связать древние рассказы с научными данными может показаться абсурдной, в новых открытиях часто есть место поразительным параллелям с историей и притчами. Подобные размышления поддерживают в нас горячий интерес к будущим открытиям, где прошлое и будущее незримо сливаются в единую картину Вселенной. Но еще более пугающий вопрос состоит в том, какие двери теперь открываются для наших поисков новых форм жизни? После всех ошеломляющих открытий, которые потрясли научное сообщество, перед нами предстает самый интригующий вопрос – возможно ли жизнь на Марсе? Если скрытые структуры под поверхностью действительно имеют либо биологические, либо искусственные происхождения, это может свидетельствовать о том, что Красная планета когда-то действительно могла быть обитаемой или даже населенной. Вопрос поиска жизни за пределами Земли всегда будоражил умы ученых. Но сейчас он обретает новое измерение. Найденные свидетельства искусственных структур дают право предполагать, что когда-то на Марсе существовали условия для зарождения жизни или даже более сложных форм, которые могли оставить следы своего пребывания в виде подобных построек. Песчаные бури и тысячелетние нагромождения могли стереть все, что угодно с лица планеты. Но будет ли достаточно доказательств, чтобы подтвердить эти теории? Чем глубже мы вглядываемся в эти находки, тем больше мы понимаем, что разгадка может близко приблизить человечество к открытиям масштабов, которые просто ошеломительны. Если марсианская жизнь действительно могла существовать, ее изучение может раскрыть перед нами абсолютно новый параллельный путь развития биологической эволюции. Будут ли обнаружены доказательства шагом к признанию дружественного к жизни Марса? Или же нас ждут тревожные инсинуации о том, что миры за пределами Земли полны загадок и опасностей, о которых мы только начинаем догадываться? На эти вопросы еще только предстоит дать ответы. После всех удивительных открытий на Марсе, как никогда важно четко определить наши последующие шаги и стратегию исследования Красной планеты. Ученые и инженеры с энтузиазмом начинают работать над новыми проектами, чтобы улучшить нашу способность проникнуть глубже и шире, изучать ее недра. Разрабатываются новейшие технологии бурения и анализа данных, способные еще больше повысить точность и скорость исследований, позволяя прочесывать планету в поисках более глубоких и старых слоев, которые могли бы хранить ответы на наши самые заветные вопросы. На горизонте плана уже находятся миссии по отправке роботизированных исследователей, которые смогут автономно проводить замеры и исследования, не завися от Земли. Особое внимание уделяется разработке мощных орбитальных платформ, которые будут не только собирать информацию, но и служить своеобразными ретрансляторами для передачи данных в реальном времени. Совместные международные проекты также предусмотрены, чтобы сплотить усилия всех заинтересованных стран в решении загадок, которые так долго скрывал Марс. Кроме того, внимание уделяется вопросам безопасности и защиты оборудования от экстремальных условий планеты, ведь только надежные и долговечные механизмы смогут обеспечить долговременное присутствие человечества на Марсе. С каждым новым шагом и исследованием мы приближаемся к решению вопроса о возможности заселения планеты и раскрытия ее многовековых тайн. Но что нас ждет впереди, предугадать нелегко. Сплоченная работа ученых-коллективов всего мира лишь начинается, и хоть еще много предстоит открыть, будущее исследований кажется невероятно увлекательным и многообещающим. Среди бесконечного пространства космоса человечество всегда искало свое место и пыталось понять, какую роль оно играет в этой колоссальной экосистеме. Недавнее открытие на Марсе вновь пробуждает в нас философские размышления о нашем месте во Вселенной. Если Марс в самом деле таил в себе жильцов и структуры, как мы полагаем, то что это может значить для человеческого существования и нашего понимания жизни? Этот момент заставляет задуматься о том, какие перспективы открываются перед нами в связи с нашим космическим путешествием, какую ответственность мы должны нести перед планетами, которые только начинают открываться нашим исследованиям. Возможно ли, что наше стремление к пониманию обновит наше желание не только изучать, но и заботиться о каждом уголке Вселенной? Быть может, вместе с новым знанием придет и глубокая убежденность в необходимости сохранять то, что сделало нас людьми, стремление к познанию и уважению ко всем формам жизни, какие бы причудливые они ни были. Вопрос о жизни на Марсе заставляет нас пересмотреть многие аспекты нашего существования и переоценить наше место в уравнении Вселенной. Может ли это открыть нам новые пути в исследовании не только внешнего мира, но и нашего внутреннего и быть началом нового эволюционного этапа? Не исключено, что ответы на эти вопросы приведут нас к осознанию, что жизнь в ее бесконечной форме – это не просто привилегия одной планеты, а гармоничная часть мироздания, к которому мы только начинаем прикосновение. И кто знает, может ли эта загадочная красная планета в итоге стать ключом к дальнейшему пониманию нашего назначения. Впереди еще много вопросов, которые будут бросать вызов нашему разуму и воображению. Итак, мы подошли к финальной точке нашего увлекательного путешествия по загадкам Марса. Обнаруженные тайны под поверхностью Красной планеты стали не просто научным открытием, а огромным шагом в осознании того, как мало мы еще знаем о космосе и о себе в нем. Каждый найширенный ответ породил бездну новых вопросов. Каков истинный характер найденных структур? Каковы их тайные истории и роли в грандиозной межпланетной картине? Эти открытия напоминают, что мы стоим лишь на пороге великого открытия, за пределами обыденности взглядов. Возможность существования жизни за пределами Земли не только будоражит воображение, но и заставляет по-новому взглянуть на наши космические цели. Мы вынуждены переслушивать наши собственные традиционные убеждения и открываться новым, иногда неожиданным концепциям. Но это только начало. Это открывает дорогу для дальнейших исследований и наблюдений. Мы не просто отправляем зонды в глубины космоса. Мы исследуем самих себя, открывая новое понимание жизни в масштабах всей Вселенной. Пусть это приключение станет мотивом для поиска и открытия чего-то неизведанного. Кто знает, какие еще загадки тают другие планеты и звезды в глубине ночного неба? Предстоящие открытия обещают быть не менее захватывающими, продолжая расширять границы нашего разума и укреплять наше стремление к познанию необъятности космоса.